Еще одна лекция в рамках программы «Новые теоретические исследования». И я рада, что у нас в гостях Мадина Тластанова, совершенно блестящий ученый, Мадина, профессор кафедры философии Государственной академии народного хозяйства и госслужбы. И совершенно недавно вышла ее книга в соавторстве с известным теоретиком деколониальных исследований с Вальтером Миньолой, и называется она «Learning to Unlearn». И предыдущая книга, которая была посвящена проблемам гендера, вышедшая в 2010 году, напомните мне ее название. «Gender Epistemologies and Eurasian Borderlands». Вот, так что вы слышали. «Gender Epistemologies and Eurasian Borderlands». Название сегодняшней лекции вы видите. Проблематика, о которой говорит Мадина, она очень актуальна, потому что она существует на пересечении дискурсов об эмансипации. И мы все прекрасно знаем, что эти дискурсы эмансипации, они все настаивают на некой амелиорации общества, улучшении общества, развитии общества. И многие из них, многие эмансипационные теории основаны, безусловно, на марксистской и постмарксистской теории. Однако мы все прекрасно знаем, а может быть не все, что в постколониальной теории и особенно в деколониальной теории нет такого, так сказать, прямого приятия, что ли, марксистской теории, потому что она расценивается как некоторое теоретическое наследие евроцентрического универсализма. Мы все прекрасно знаем, что Маркс, так сказать, последователь и интерпретатор философии Гегеля, а Гегель – основатель теории всеобщей истории. И как раз вот у Вальтера Миньолу есть много очень критических работ, касающихся гегельянского понимания истории. И часто, когда я говорила как раз с теоретиками из третьих стран, то есть в отличие от европейских, скажем так, левых теоретиков или последователей той же постопераистской школы, которые тоже не являются какими-то ортодоксальными марксистами, пытаются найти какие-то новые теории исхода, новые теории противостояния капитализму и глобализму. Тем не менее представители художники тех же третьих стран очень критично и травматично относятся к постмарксистской теории, говоря о том, что для них, допустим, в Алжире, в Тунисе, в Марокко, в Египте вся эта даже эмансипационная история является чем-то внешним, чем-то внешним, что пытается их подключить как некую неразвитую часть истории к генеральной линии всеобщего развития. И вот это очень большой и важный эпистемологический вопрос, потому что вот, например, тот же один из важнейших философов сегодня, Ален Бадзьё, настаивает на том, что несмотря на поливерсальность, что ли, и вот эту многоплановость историй, несмотря на очень большую историю травматических опытов и маргинальных общностей и общностей третьих стран, тем не менее есть одна большая история, которая всеобъемлющим образом, так сказать, помещает в себе все конфликты. С другой стороны, есть теоретики, которые настаивают на том, например, вот та же Светлана Боем, которая выступала на конференции, которая настаивает на том, что есть такая вот маргинальная, побочная история, есть, так сказать, вот теоретики, художники, историки вот одной генеральной линии, а есть некая периферийная линия. И мне кажется, что вот деколониальная теория как раз пытается оспорить обе эти позиции, рассматривая критику самой необходимости, что ли, развития, вот этого бесконечного прогрессизма, нужно ли подтягивать общности или indigenous societies, как называются, то есть некие общности, которые мы считаем примитивными, к некой модели всеобщей истории. И это очень такие болезненные вопросы, которые не решены, мне кажется, не в политической теории, не в философии, не даже в самой деколониальной истории. И еще один момент, который я, так сказать, с внешней стороны, я не специалист, но я просто скажу, как я понимаю разницу между постколониальной и деколониальной теорией, мне кажется, деколониальная теория пытается сделать еще один шаг, чтобы не просто описать историю колониализма, а сделать так, чтобы это превратилось в какую-то активистскую позицию. И я часто встречала также теоретиков из этих же самых третьих стран, которые говорили, что они устали быть постколониальными субъектами, они больше не хотят быть представителями постколониализма, каких-то стран, которые были колонизованы, а у них совершенно уже другая субъективность, не связанная с тем, что они были когда-то колониями и не связанная с тем, что они травмированы чем-то. То есть, с одной стороны, мы пытаемся освободить травмированных субъектов, так называемых subaltern, подчиненных, с другой стороны, пытаясь их освободить или развить, мы все время напоминаем им, что они слабые, неразвитые, травмированные. Вот в этом узле таких неразрешимых вопросов и развивается вот эта диалектика постколониальной или деколониальной теории, о которой сегодня, надеюсь, нам расскажет. Мадина. Спасибо большое, Кэти, за такое насыщенное идеями введение к лекции. Я думаю, все сразу стали уже думать, размышлять, и это замечательно. Значит, постколониальные исследования. Начнем с этого, да, потом плавно перейдем к деколониальному проекту. За последние, может быть, три десятилетия они успели пережить свой бум и, по большому счету, я бы сказала, отсвести в рамках, так сказать, мировой науки, при этом так и не получив сколь-нибудь серьезного осмысления в России, потому что у нас существует своя, как мне представляется, генеалогия вот таких протестных, альтернативных модерностей научных течений, как и достаточно по-прежнему реакционная, основная, так сказать, струя, мейнстрим, которая отвергает любые антилиберальные подходы и, конечно, брезгливо отвергает постколониальные студии. Ну, что далеко ходить, совсем недавно мне пришлось прочесть очередное вот такое невежественное мнение постсоветского интеллектуала по поводу постколониальной теории, я не буду называть его фамилию, нет, нет, это как бы такой востоковед, который со своей колокольни, так сказать, это все ему не нравится, и вот он, ничего не зная о постколониальной теории, написал статью для французской книги, которую ему заказали против европоцентризма, и как бы понаслышке вот он судит, и больше всего его раздражает, например, в Эдварде Саиде, скажем, да, его книги «Ориентализм», что его марксистские основания. То есть вот, да, ничего не понимая в этом, он тут же его дезавуирует за то, что там видны следы влияния франкфуртской школы или Фуко, что для многих отечественных ученых, к сожалению, является достаточным основанием, чтобы объявить постколониальную теорию несостоятельной. То есть это такой вот синдром постсоветский, который характерен для определенного поколения, конечно, не для всех ученых, но тем не менее он остается, к сожалению, вот очень сильно мы его чувствуем. Сразу скажу, что не будучи адептом постколониальных исследований, правда, по совершенно противоположным причинам, я считаю необходимым восстановить некоторую справедливость и разобраться, в чем состоят ее истины, реальные изъяны, может быть, да, не просто огульно обвиняя их в связи с Фуко или франкфуртской школой, а тем более, что в такую ситуацию. И чем же объединяются все эти противоположные виды постколониальной теории? Что означает этот очередной постизм, которых набралось на сегодняшний день так много, и которые могут обозначать все, что угодно, от концептуального преодоления до простого временного следования за чем-то прежним, там, модерном, колониализм и так далее. Потому что действительно постколониальная является вроде бы последующим по отношению к колониализму во временном смысле, но не к империализму, как к системе отношений экономического и политического доминирования. Прежде всего, разные типы постколониальных штудий, как мне кажется, объединяются своей предметной сферой, вот этим интересом к истории колониализма, к современному состоянию постколониализма или чаще неоколониализма. Как отмечает в своей известной книге, которая была издана в 90-е годы британский постколониальный и одновременно марксистский критик Роберт Янг, Европа и бывшие колонии все еще пытаются примириться с долгой и жестокой историей колониализма, которая символично началась более 500 лет назад, в 1492 году, истории, которая включает, как мы знаем, рабство, следы, так сказать, неучтенных и замолченных смертей в результате пренебрежения и порабощения, насильственных миграций, диаспорного существования миллионов людей, дальше он перечисляет кого, захвата территорий, земель, институализация расизма, разрушение культур. И вот, как кажется Роберту Янгу, постколониальная культурная критика включает переосмысление всей вот этой истории, особенно с позиции тех, кто пострадал от ее последствий, наряду с попытками определения ее современного социального и культурного воздействия на властные структуры и на конфигурации настоящего. Вообще возникновение постколониальной теории и ее некоторая популярность в мире в 80-е и в первой половине 90-х годов нельзя объяснить и понять вне того социального и политического ландшафта, причем даже начавшегося несколько ранее, начиная с 50-х и особенно с 60-х годов. Но очень кратко напомню, он характеризовался холодной войной, антивоенным протестом, кризисом западных либеральных демократий, модой на маоизм, постструктурализм, студенческими революциями в Западной Европе, а в США масштабным явлением 60-х, с их борьбой за гражданские права, за права сексуальных меньшинств и так далее. Вот эта акцентация идет сексуальных, гендерных и этнорасовых аспектов. И, конечно, в этом же ряду нельзя упомянуть и несколько ранее начавшиеся процессы деколонизации, которые были осмыслены как часть этой глобальной тенденции с некоторым опозданием. То есть начались-то они раньше, но были осмыслены несколько позже и дополнили западную сторону активизма 60-х. И здесь возникают проблемы множественной идентификации, которые впервые, например, в антропологии, в психологии начинают рассматриваться не как диагноз шизофрении, раздвоение личности, а как какое-то состояние, свойственное бикультурному человеку, мультикультурному человеку и так далее. И вот здесь что было, на мой взгляд, очень важным, ключевым? Это постепенное вхождение бывшего колониального субъекта в пространство теоретизирования. Хотя, конечно, это процесс очень долгий и не завершившийся сегодня, а уж полвека назад западному сознанию и вовсе было очень сложно примириться с такими позициями провозвестников в постколониальной критике, как вот эта точка зрения, которую вы видите на экране, мартининского писателя, мыслителя, государственного деятеля Мессезера. Он очень хорошо известен своей фразой «Фашизм есть форма колониализма, возвращенная в Европу». Такой радикальный взгляд. Или другого карибского философа, известного психолога, революционера Франца Фанона, который привелёк внимание к вопросу о том, как он пишет, «Почему в присутствии разума отсутствую я сам?» Как негр парадигматический, такой постдюбазианский человек-проблема. Почему постдюбазианский? Вы видите здесь портрет Уильяма Дюбуа, афроамериканского интеллектуала, социолога начала XX века, который впервые привёл это понятие «люди-проблемы», «человек как проблема», который является проблемой для всех остальных. Сами, надо сказать, высоколобые такие вот теоретики, постколониалисты, создававшие теорию в середине 80-х годов, такие как Гаятрис Пивак, особенно Хоми Баба прежде всего, они поначалу совершенно забыли вот об этих фигурах, таких как Сезер или Фенон, и о людях, реально активно участвовавших вот в этой антиколониальной освободительной борьбе. Во многом это было связано, мне кажется, и с тем, что нередко эти люди, вот такие как Фанон и Сезер, были членами Компартии, хотя, конечно, их марксизм носил совершенно своеобразный такой вот характер, и поэтому, скажем, в нашей стране их использовали в качестве ролевых моделей для третьего мира, но при этом практически никогда не печатали того же Фанона, не переводили, и придумывали вместо этого какие-то совершенно немыслимые интерпретации их позиций. И только в 90-е годы, во многом в ответ на справедливую критику, постколониальные теоретики обратились все-таки не только к постструктурализму и деконструктивизму, из которых они черпали как бы свои какие-то понятия и концепты, к лакановскому психоанализу, если говорить о Хоме Бабе, но и задним числом стали включать свои выкладки и идеи Фанона, Сезера, Уильяма Дюбуа и других лидеров и теоретиков антиколониальной борьбы. Надо сказать, что вообще постколониальные теории и практики были легитимированы на Западе лишь в конце XX века именно благодаря тому, что они как бы оказались оплодотворены постмодернизмом, так можно сказать, постмодернистскими концептами и установками. Но, конечно, сами эти идеи, они возникли значительно раньше, и по существу можно сказать, что они развивались параллельно с колониализмом. Колониалистские идеологии, навязывание угнетаемым группам определенных ценностей доминирующей культуры, различные виды скрытого явного противостояния, в том числе художественные, очень интересные варианты, проблематика культурной ассимиляции, гибридизации. Все это существовало задолго до того, как постколониальные исследования оформились в какое-то отдельное направление. Помимо Фанона и Дюбуа можно назвать еще несколько фигур. Это и афроамериканский ренессанс в целом, это взгляды франкофонных североамериканских интеллектуалов, и это, конечно, человек, которого все узнали, Махатма Ганди, который выбивается, безусловно, из общей картины, хотя бы потому, что он никогда не разделял идеи социализма и коммунизма, как и других измов модерности, и вообще для постколониальной теории был не очень удобный персонаж такой, потому что он был слишком повернут от экономики, от каких-то реальных политических проблем, в сторону духовных ценностей. Но на самом деле это интересная фигура именно с точки зрения постколониальной теории, потому что он, конечно, аутентичность Махатмы Ганди очень сильно преувеличена, потому что скорее она носила характер маски, такой даже гендерной игры. Вот возьмите, например, костюм. Видите, внизу выглядит Ганди в молодости так, как он, когда он жил в Европе, а здесь наверху на картинке мы видим уже вот этот всем знакомый образ Ганди, знаменитый его костюм, который был тщательно продуманным и вызывал очень правильные и нужные ему ассоциации. Для Запада он представлял Ганди в таком феминизированном виде, тем самым мешая привычной маскулинной интерпретации колониального насилия, потому что это очень известный миф европейцев, когда они выстраивают какой-то негативистский дискурс, они пишут обычно о агрессии со стороны колониальной маскулинности, а здесь такое сразу исключалось. Это для англичан. А у индийцев он вызывал тоже вполне узнаваемые такие андрогинные ассоциации, связанные с культурными особенностями, с религиозными особенностями, со всеми андрогинными божествами и так далее. То есть он был таким очень противоречивым гибридным продуктом столкновения и смещения индийской культуры с западной модерностью. И он взял понемногу из каждого из этих источников и адаптировал их при этом к своим целям. И мне кажется, что этот модус сохраняется и сегодня у большинства постколониальных теоретиков, живущих на Западе. Противоречие вот этой привычной постколониальной логике, когда говорят о том, что ориентализм – это очень плохо, это, значит, как бы закабаляет сознание, у Ганди путь шел его, собственно, именно через ориентализм к открытию или переоткрытию собственной культуры. Потому что поначалу он читает индийскую философию в переводе на английский язык и примыкает к теософскому вегетарианскому обществу в Лондоне. И только после этого возвращается назад к своей культуре, принимая на себя роль того, кого сегодня, наверное, назвали бы таким вот субалтерным. Если пойти еще дальше вглубь истории, посмотреть на иные пространства, обычно незатрагиваемые постколониальными теоретиками, то среди предшественников антиколониального противостояния, я имею в виду не только в политическом смысле, но и в концептуальном, можно назвать вот этих людей. В частности, я не буду очень подробно об этом говорить. Это историк Талантин Суи у XVI века, индейец, да, Филиппе Гламан Пома де Аяло, автор знаменитой первой хроники доброго правления. Это африканский аболиционист Атабах Кугуану, XVIII век, один из первых чернокожих интеллектуалов в Европе, автор книги «Мысли и чувства» по поводу зловещей и безнравственной торговли людьми, где он полемизирует с Юмом, Гобсом, Локом, то есть классиками на тот момент, и утверждает, что человек счастлив и процветает только в естественном состоянии, а как раз в государстве дегуманизируется в условиях гражданского общества и управления, потому что оно основано на соревновательности. Сюда же примыкает и вот третья фигура, это Антон Вильгельм Аму, самый известный, может быть, африканский мыслитель Европы XVIII века, который одним из первых поднял вопрос, что значит быть одновременно африканцем и европейцем. Он изложил эти взгляды в своей книге, которая называется «Трактат об искусстве надлежащего философствования». И там он пытается полемизировать с Декартом, как бы пишет о том, что в его родной культуре, в его родном языке Акан, фраза «когета эрго сум», всем известная декартовская фраза, была бы просто бессмысленна. Но это все фигуры, которые были обнаружены постколониальной теорией только после того, как этот дискурс уже сформировался в рамках постмодернизма, и вот уже пошла очень серьезная критика именно обвинения самой постколониальной теории в европоцентризме. И тогда они стали обнаруживать этих людей с некоторым опозданием. Вообще, возвращаясь к вопросу об особом климате, способствовавшем всплеску постколониальной чувствительности, стоит отметить, что после Второй мировой войны возникло огромное количество теорий, которые пытались как-то осмыслить вот эту матрицу властных отношений и предложить пути ее трансформации. Ну, несколько упрощая, конечно, я так скажу, что слева в самом широком смысле это были постмарксистские концепции, теории неоколониализма, теории зависимости в экономике, особенно в связи с латиноамериканскими странами, и миросистемный анализ, конечно. А справа, если говорить, то тоже в широком смысле это было кейнсианство, это был монетаризм и неолиберализм. Но все они, и те, кто были справа, и те, кто были слева, объединялись одним очень важным понятием, которое указывало и указывает на их прочную связь с модерностью, на то, что они являются ее продуктами. Речь, конечно, идет о развитии и прогрессе. Вот на экране вы видите две такие странные иллюстрации. С одной стороны, это американский художник Джон Гаст, его картина известнейшая, «Американский прогресс», но так она переводится обычно, название на русский язык, на самом деле называется «Manifest destiny», то есть явленная судьба. И здесь вы видите вот эту аллегорию, которая изображает США, это Колумбия, и она ведет пионеров Запада на Запад, так сказать, и в руках у нее телеграфные провода, то есть вот такое олицетворение прогрессизма из Запада. А с другой стороны, это казахстанские два художника, Елена и Виктор Воробьёвы, и их работа, «Калаш» такой, «Если гора не идет к Магомету» 2002 года, как раз она была, по-моему, тоже на выставке у Мезиана. То есть вы видите, что это казахстанские дети, которые сняты на фоне башен-близнецов, по-моему, если я не ошибаюсь, и такое тоже ироническое размышление на тему прогресса. Но что касается прогресса, то в постколониальных странах это понятие воспринималось как путь вперед после успешной деколонизации, который позволяет бывшим колониальным странам хотя бы минимальную экономическую самостоятельность. Но, как вы помните, все это привело к скорому краху развивательских проектов и к переоценке их оснований. И вот здесь, как ни странно, оказались важны постколониальные выкладки, которые занимались ранее какими-то незамечавшимися сторонами взаимодействия колоний, империи, их наследников. Самой, может быть, важной идеей, которая совершенно не была представлена в прежних теориях развития и стояла в центре внимания постколониалистов, была критика европоцентризма и необходимость радикализации политики или экономики путем конструктивного диалога с целью того, чтобы учесть локальные особенности. Сначала только культурные особенности. Речь шла о культурных особенностях. Затем прошло 10-15 лет и стали обращать внимание уже на эпистемологию, антологию. Это придет уже позднее, может быть, уже тот момент, когда постколониальная теория себя исчерпает. Начиная с 70-х годов происходит вообще переделка архитектуры социальных и гуманитарных наук в результате очень тесного пересечения интеллектуальных, политических тенденций. Возникают новые направления, такие как этнические исследования, гендерные исследования, которые соответствуют второй и затем третьей волне феминизма, афроамериканские, если говорить о США, постколониальные больше в Европе и в США, культурные исследования, те самые cultural studies. И в центр внимания встают вот эти самые проблемы множественной идентичности и по-прежнему нерешенные проблемы универсализма и партикуляризма, эссенциализма и конструктивизма. И в этот момент идентичность вообще очень сильно политизируется и становится в центр внимания того, что потом будет названо политикой идентичности. Политикой идентичности и мультикультурализм, вот это ее, так сказать, конкретная материализация, которая стала попыткой реанимации светлой стороны либеральной демократии. Ну, если очень коротко сказать об этом, то политику идентичности отличает требование признания на основании тех самых черт, которые раньше делали это признание невозможным. То есть на основании таких черт, которые связаны с цветом кожи, с сексуальной ориентацией, с гендером и так далее. Это не требование включения в человечество на основе каких-то общечеловеческих качеств, но это и не требование уважения, несмотря на различия. Скорее, это требование уважения в силу различий, которое раньше было, конечно, невозможно. Но возникает вопрос у меня сразу же, насколько признание достаточно ситуации, сохраняющейся вот этой властной асимметрии, которая все равно оставляет иного в положении просителя. Политика идентичности, как мне кажется, потому и оказалась неуспешной, что она была недостаточно радикальной. Она была просто выпусканием пара для предотвращения серьезных социальных столкновений. И, наверное, очень важно обратиться к более радикальному требованию изменить самопредставление о человеческой идентичности, о той норме, в которую нам предлагается ассимилироваться, так, чтобы они уже никого или по возможности никого не исключали. Что произошло в мире, я имею в виду в научной среде, в США результатом стало появление разного рода междисциплинарных академических программ, таких как вот эти самые женские, гендерные, постколониальные исследования, квир-исследования, связанные с сексуальностью и так далее. В Европе все немножко иначе развивалось. Там это привело к такой высокой теории, прежде всего постструктуралистской, деконструктивистской. И в дальнейшем они развивались в разных направлениях, потому что французская теория все больше деполитизировалась, особенно будучи перенесенной за океан, опять-таки. А наоборот, этнические исследования, позднее постколониальные, гендерные, сохраняли свое политическое историко-критическое измерение, связанное с этим осмыслением неравенства, дискриминации. И еще, что очень важно, с осознанием вот этой связи, которая очень часто не видна, она замалчивается, так сказать, академического разделения труда и связи между политикой знания, дисциплинарными какими-то делениями и социальным неравенством. Следующим шагом стала попытка показать, что субалтерные тоже могут говорить, если воспользоваться знаменитой фразой Гая Треспивок из одного из основополагающих текстов постколониальной теории, что эти субалтерные способны воображать и реализовывать не только модели противостояния, какой-то агрессии, но и модели того, что можно назвать реэкзистенцией. Очень трудно перевести слово на русский язык, но в оригинале это звучит как противопоставление resistance и reexistence. Это значит не resistance, а reexistence, то есть воссоздание каких-то позитивных моделей, миров, самоощущения, которые преодолевают несовершенство, несправедливость мира, идёт своим путём, снимает какие-то противоречия мира, его восприятия человеком. Эта модель была предложена уже не в рамках постколониальной теории, а вот этим человеком, которого вы здесь видите, это Адольфо Альбана Кинтой, колумбийский культуролог и художник очень интересный. То есть эти суббалтерны это не просто объекты приложения нашего хорошего к ним отношения, а вполне мыслящие субъекты со своими диспозициями и усложнение их идентичности и как результат развития каких-то особых форм существования трансадентитарных, так можно сказать, они очень интересны, сложны и они не только не уступают так сказать множественной идентичности западного обывателя, но и может быть оставляют его далеко позади по степени вот нюансировки инаковости, способов ее преодоления, иногда игрового перевоплощения, что особенно хорошо видно в искусстве, конечно. Таким образом получается, что постколониализм это не во всем удачная попытка порвать с европейским метаповествованием, дать голос другому, хотя происходит это средствами все того же модерна, как бы перевести на общепринятый язык проблематику вот этих имперских и колониальных отношений. Но сейчас в науке существует два основных понимания постколониализма и постколониальной теории. Более узкое понимание оно касается только культурной продукции англофонного мира и, как правило, связано с бывшими британскими колониями в меньшей мере с Францией и ее колониальными владениями, хотя очень часто их локальный опыт как бы переносится на весь остальной мир автоматически и становится такой странствующей теорией, что, на мой взгляд, неправильно. Не случайно активное присутствие в постколониальных исследованиях именно выходцев из Индии, то есть такой парадигматической британской колонии. Им противостоят течение отверженных всех политических окрасов, где постколониальные подходы приобретают нередко вид даже такой самовиктимизации, когда та или иная группа претендует на поддержку на основании степени своих страданий в прошлом и только этим оправдывает свою культурно-политическую программу или художественную программу. Но от этого, как правильно сказала Кэти, уже все устали, и это достаточно непродуктивно. И вот такие националистически настроенные постколониалисты, они, конечно, противостоят благополучным, высоколобым постколониальным теоретикам, которые чаще всего живут в США или в Западной Европе и которых совершенно справедливо обвиняют в пособничестве Западом. Ну, справедливо, условно, конечно, присвоение себе вот этой идентичности отверженных, с кем они на самом деле ничего общего не имеют. В сферу интересов постколониальных теоретиков таким образом попадает культурная продукция и метрополий, и колоний, и подавляемых, и угнетателей. И в этом смысле в них заключена, как мне представляется, некоторая идеологическая всеядность, отсутствие вот такой четко определенной этической позиции и стремление придать мировому разнообразию какие-то упрощенные бинарные формы. По словам постмарксистского критика и одновременно постколониального опять-таки критика Энн Маклинток, постколониализма это условное понятие колониализм с искусственно приставленной приставкой пост не более реальный, чем мир, расчерченный на карте колониализму, а значит тоже требующий деколонизации. Это одно понимание. А другое понимание постколониальных исследований более широкое, расплывчатое, оно никак не связано с их британской привязкой, оно отыскивает какие-то универсальные категории, которые как бы разделяются всеми человеческими сообществами, которые пережили имперско-колониальный комплекс взаимоотношений. Ну что здесь можно назвать среди этих проблем? Наиболее общее это изучение опыта немых культур, непредставленных культур, недостаточно представленных групп, история которых была связана с политическим, социальным, культурным или иным подавлением и соответственно рождала противостояние. При этом для постколониальной теории важен акцент именно всегда на процессуальности, на этом сложном процессуальном взаимодействии культур, колонизатора и колонизированной как угодно, и можно избегать этих бинарных оппозиций, подавляемой культуры, той, которая влияет и той, на которую влияет. И это, конечно, может обретать самые разные формы. Опять-таки в западной традиции антропологии обычно они рассматривались в рамках ассимиляции и оккультурации, ну а для иной стороны вот этой изнанки модерности актуальнее, например, транскультурация, как такой взаимообмен культурный. В основе академического постколониализма лежат, конечно, прежде всего, как я уже говорила, постструктуралистские, неомарксистские, неоисторические посылки. Это теория власти Фуко, это Лакан с его пониманием субъектности, это Фредерик Джеймсон политическое, бессознательное, это трактовка идеологии в стиле Альтюсера, и это, конечно, Грамши, особенно вот с его идеей Субалтерна, которая была переосмыслена как распивок, гегемонии. И всё вот это очень хорошо прочитывается в работах трёх основных ведущих постколониальных теоретиков. Один из них, к сожалению, уже ушёл из жизни, это Эдвард Саид, палестиноамериканский критик, и два из них здравствуют, это Хоми Баба и Гая Триспивак. А потом к ним присоединяются ещё и другие фигуры, которые как бы стоят немножко особняком, хотя во многом они уже пользуются понятиями, придуманными первыми двумя или тремя. Это Ашиль Мбэмбе, это Пол Гелрой, это Лила Ганди и ещё несколько. Ну вот основных вы здесь видите и как раз понятия, которые они ввели тоже, самые такие основные. Начало развития этой теории вы знаете, наверное, не буду об этом подробно говорить, датируется выходом как раз книги Саида об ориентализме, которая, наконец, была переведена несколько лет назад на русский язык. Это такая вот гуманистическая критика просвещения, как он сам её определил, где Ближний Восток предстаёт в качестве одного из таких фантастических конструктов, дискурсивных конструктов, создаваемых Западом, чтобы успешно проводить стратегии отчуждения, объективации и формировать таким образом различные теории, практики, причём как культуры колонизатора, так и колонизируемой. Саид в этой книге в основном опирается на Мишеля Фуко, деконструирует западные представления о культурном каноне, раскрывает сущность идеологии экзотизации иной культуры, которая сводит этот образ к какому-то очень примитивному, простому набору стереотипов. Другое понятие, исследованное Саидом, и которое стало затем очень важным тоже для постколониальной теории, это культурный империализм, многостороннее подавление, в результате которого доминирующая культура вытесняет и подчиняет себе все проявления подавляемой и сводит их к имитации. Здесь опять-таки мы видим не вполне оригинальный подход Саиды, конечно, потому что во многом он здесь опирается на Фуко, опять-таки на Грамши. Позднее эта простая довольно схема, бинарная такая схема, она будет усложнена в работах Хоми Бабы, который попытался проблематизировать феномен возвращенного взгляда, то есть взгляда от уже колонизированного к колонизатору, и психологически разрушительных, как он пишет, последствий, мимикрии для колонизатора, потому что колонизатору страшно смотреть на колониального субъекта, который ему подражает, он видит в нем себя как в кривом зеркале. Баба сформулировал все это в терминах близких к Лакану, в то время как впервые они зазвучали вовсе не у Бабы, а в 60-е, 70-е годы в работах карибских мыслителей, совершенно неизвестных в тот момент мировому сообществу, таких как Уилсон Харрис, Эдвард Камамам, Брэд Уэйт, Эдуард Глиссан, которые писали об этом, как я уже сказала, давно, но это совершенно не было известно. Очень важна проблема постклониальной культурной идентичности, принципы ее репрезентации, принципы ее формирования, а это, естественно, выдвигает на первый план проблему полиязыковости так называемого двойного культурного перевода или двунаправленного культурного перевода. То есть в центре внимания здесь все время находится вот это странное сознание, какое-то расщепленное, основанное на непреодолеваемой культурной дислокации, на том, что Хоми Баба назовет un-homeliness, то есть какая-то даже не бездомность, а внедомность, вот такое состояние внедомности, когда дом это мир, такая пойманность между культурами, непринадлежность ни к одной из них или к обеим сразу, или ко многим сразу. И внедомность это состояние межкультурного надтерриториального начала, которое очень часто интерпретируется в рамках проблематики гибридности, культурно-эстетической гибридности, синкретизма. Причем это может быть состояние достаточно благостное, когда человек не испытывает никаких проблем от того, что он не там и не здесь, или там и здесь сразу, еще где-то. А для кого-то это действительно такая травма, взрывоопасное сочетание доминирующей, подавляемой, архаической, суперпогрессистской, как угодно, цивилизации, традиции. И вот эта динамическая, незавершенная, гибридная, постколониальная идентичность это не только отражение реальной ситуации, это так, многих регионов, и Карибов, и Латинской Америки, и Индии, и Африки, но это в той же мере и продукт постструктуралистских и деконструктивистских теорий личности, такой фрагментарной мозаики различных я в мире, которые теряют устойчивый смысл и не обладают ценностями, помимо тех, которые мы сами ему предаем. И Хоми Баба вслед за Лаканом выделяет очень важное понятие для постколониальной теории временного зазора или time lag, как он пишет, запаздывание, так можно это перевести, неустойчивое состояние или темпоральный разрыв в процессе репрезентации, когда ранее разлученный со значением знак наделяется каким-то новым смыслом, уже обогащенным гибридным дискурсом. Что касается гаятри спивок, она переосмысляет проблему культурной инаковости, развлечений или различания, обращается к идее Дорида, о столкновении путем разделения как единственном ненасильственном способе трактовки другого. Она говорит о принципиальной невозможности понятия абсолютного другого и обосновывает свою мысль тем, что человеку всегда свойственно сводить незнакомое к знакомому. И для того, чтобы относиться к другому этически, мы должны его сначала перевести к общему знаменателю своего. И об этом она в частности размышляет и в своей знаменитой статье Кэндесса Белтон Спик. И все же, мне кажется, что постколониальные исследования в итоге не смогли предложить адекватного решения тех важных проблем, которые они поставили, которые были сформулированы при их зарождении. Причины изъянов постколониальной теории, как мне кажется, глубже, чем это может показаться на первый взгляд, и связаны они с проблематикой колониальности власти, то есть такой глобальной системы продуцирования знаний, легитимации знаний, распространения знаний, которые существуют действительно вот уже пять столетий, и очень прочно связаны с возникновением и изменениями современного мира и одновременно колониального мира. Вот это понятие колониальности власти было предложено как раз доколониальным выбором или доколониальным поворотом, то есть совершенно уже другим коллективом со своей генеалогией, целями и подходами. Вот здесь сразу надо сказать, что нельзя путать колониализм с колониальностью. Это разные вещи. И в их различии как раз и лежит ключ к пониманию различия между постколониальными исследованиями и доколониальным поворотом. Здесь мне хотелось бы процитировать поэрториканского исследователя Мальдонада Торреса, который говорит, колониальность отличается от колониализма. Она касается долговременных структур власти, которые возникли в результате колониализма и определяют всё – культуру, труд, межсубъектные отношения и продуцирование знания. И вот это самое важное, что колониальность переживёт колониализм. Даже когда его уже нет, он не существует на сегодняшний день, всё равно колониальность остаётся живой в книгах, в академических критериях, в культурных паттернах, в здравом смысле, в самовосприятии людей в их надеждах и чаяниях. И в определённом смысле, как современные субъекты, мы вдыхаем эту колониальность каждый день. То есть это вот такая некая матрица модерности, которая, хотя она действительно возникла изначально в результате отношений между европейским своим и неевропейским иным, в рамках колонизации, в рамках христианизации, в рамках развития капитализма, но затем она была перенесена на весь мир и на всю логику взаимоотношений людей, стран, человека и природы, мужчин и женщин, представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, иной религии и так далее. И мне кажется, что даже суперсовременные рассуждения о трансгуманизме, которые сегодня пользуются успехом, постчеловеки – это тоже проявление колониальности, потому что они всё равно делят мир на тех, кто относится к избранным человечеству, кто, допустим, удостоится того, что им вживят какой-нибудь чип, и они станут умнее в сто раз, чем все остальные. И те, кто не будет избранным, кто окажется выброшен за пределы вот этого замечательного мира постчеловечества, как отработанный материал управляемой эволюции. Постколониальные исследования не меняют внутренне присущих модерностей, фундаментальных для неё дискурсов, прогресса и развития. Вместо этого они только изучают посредством вот этих слегка видоизменённых постмодернистских понятий колониализм и его последствия. И чаще всего, мне кажется, всё-таки исходит из того, что интерпретируют иное посредством категории своего. И ещё одна важная деталь. Они не ставят под сомнение вот эту модель стадис. Не случайно называется постколониал стадис. А стадис предполагает, что мы сохраняем субъект-объектные отношения, дисциплинарные. То есть есть всегда некий субъект, который изучает какой-то объект и, конечно, объективирует. И это очень опасный в этом смысле процесс. То есть они не пытаются практиковать такой радикальный разрыв с модерностью. Для них важен именно субъект, объектный пафос изучения, а не действие, не активность какая-то, не активизм, не реэкзистенция. И в этом смысле они тяготеют, конечно, к описательности, а не к попыткам что-либо кардинально изменить. И вот это слово «исследование» показывает на самом деле генетическую связь постколониальных исследований с регионалистикой, не ставя под сомнение вот эту ложную такую дихотомию модерности и традиции. Они лишь изучают колониализм и его последствия, но на этом останавливаются. Ну а, конечно, глобальная колониальность, она не равна конкретному колониализму. Она представляет собой культивацию и поддержание антологической, социальной, культурной, расовой и эпистемологической зависимости от модерности и продолжает определять ту некую норму, узаконенную норму для всего человечества и классифицировать всех остальных людей как отклонения от этой нормы, отвергаемые или подлежащие переделкам с целью приближения их к какому-то вот этому умозрительному идеалу. И вот доколониальный поворот пытается как-то размежеваться со всем этим и отличается от постколониальных исследований тем, что как раз сразу пытается радикально поставить под сомнение суть, логику, методологию существующей системы знаний, дисциплинарной сферы выполняет какой-то качественный сдвиг или, по крайней мере, стремиться к этому, а не количественный. И занят таким вот кардинальным переосмыслением мифа модерности, проекта модерна в его неразрывной связи с колониальностью. Здесь можно процитировать Энрике Дусселя, одного из вдохновителей доколониального выбора, создателей теологии освобождения, вот как он об этом пишет. Модерность – это, безусловно, европейский феномен, но она состоит в диалектических отношениях с неевропейской инаковостью. И в этом ее истинный смысл. Европа провозглашает себя центром мировой истории, которую сама же возводит на престол, а периферия, окружающая этот центр, является частью ее самоопределения. Таким образом, модерность включает рациональное, светлое, такое понятие освобождения, которое, безусловно, доколониальный поворот признает и принимает. Но модерность имеет изнанку, как он пишет Дуссель, такой вот иррациональный миф, как оправдание геноцида, насилия, который все время идет рука об руку с этой светлой стороной. На формирование концепции модерности и колониальности оказали влияние огромное количество разных теоретических установок, как и в случае с постколониальной теорией. Это и суббалтерные исследования в Индии, это критическая теория, безусловно, и в этом смысле я немножко расхожусь с представителями доколониального поворота, которые всячески принижают влияние на них марксизма. Мне кажется, это неправильно, потому что у них тоже прочитываются очень многие категории. Что далеко ходить? Вот эти же представители, которые, вот здесь вы видите их на картинке, Энрике Дуссель, это марксистский философ, Анибальке Хану тоже, но при этом они еще и представители, так сказать, доколониального поворота. Это африканская философия, это мирсистемный анализ, и вот в этом смысле доколониальный выбор это иная парадигма, которая выпадает из линейной истории эпистем и макронарратива современности, будь то либерализм, христианство, ну такой вот ортодоксальный марксизм, вместо этого они фокусируются на исследовании границ и выходят к возможности неевропейских моделей мышления и других эпистем. То есть это некий такой трансмодерный поворот, трансмодерность, это тоже термин Энрике Дусселя, который обращается к чему-то иному, чем модерность, как бы преодолевает ее, пытается ее преодолеть, такой вот способ мышления. И здесь надо сказать, что Дуссель не просто отрицает модерность и в то же время он не разделяет ее целиком. Это преодоление модерности, как он сам объясняет, аналектически, то есть не только изнутри, но и с изнанки модерности, с позиции ее порабощенного иного, его незападного знания. Само это слово аналектика происходит от греческой приставки анти, то есть это антиэлектика, антидиалектика. И такой противовес диалектики, который акцентирует потусторонность существования вне горизонта тотальности. Основной категорией здесь является понятие экстериорности, если перевести на русский язык внешности, как бы, внешности по отношению к тотальности. Понятие, которое было предложено тоже не Дусселем, а Эммануэлем Левинасом, но в значительной мере переосмыслено в деколониальном повороте. Экстериорность это не сфера чистой антологической внешности, это не абсолютная вовне, не затронутая модерностью, нет, это внешнее, которое представлено и организовано в качестве различий доминирующим дискурсом. то есть экстериорность как сфера изне, созданная изнутри. И это очень сложное такое положение, такое балансирование, потому что это идентичность, укорененная в двойном пограничном сознании, которое постоянно видит себя изнутри и снаружи чужими глазами. И это рождает, конечно, очень многие и комплексы, и в то же время интересные какие-то художественные варианты осмысления этой проблематики. Существует три основных пространства, три типа агентов политических изменений, которые связаны с деятельностью доколониального поворота на сегодняшний день, которые тоже, мне кажется, отличают их сильно от постколониальной теории. Это субалтерные социальные акторы движения, например, мексиканские сапатисты, это интеллектуальные активисты в смешанных пространствах от НПО до государства, и это, что может быть для нас с вами наиболее интересно, университеты и музеи, как ни странно, университеты и музеи как такие новые топосы контестности и производства несанкционированного модерностью знания. И на сегодняшний день вот это может быть самые три основных таких точки, узловые. Ключевым понятием доколониального выбора выступает колониальность власти. Колониальность власти это термин как раз Аннибаля Кихану, который был введен им в одной из первых статей, как раз в рамках доколониального поворота. Вот что он говорит, что это начинается процесс в 16 веке с формирования колониальности власти, то есть общей структуры власти, становившейся в мире с формированием атлантического коммерческого пути, открытия Америк. И вот эта общая структура была создана путем оформления двух основных осей. Одну из них он связывает с понятием расы, и вот в этом он расходится с марксизмом, конечно, в определенной мере, хотя все остальные категории, они именно марксистские, так сказать, там речь идет о труде, о капитале и так далее, о системе контроля, эксплуатации. То есть для него это раса и капитализм, капитал, которые идут вот так вот вместе, рука об руку. И колониальность как бы соединяет вот это формирование расы и расизма, контроль труда, то есть капиталистическую эксплуатацию, контроль государства и субъектности, в том числе, например, в гендерной сфере, и, наконец, важнейший контроль над производством знаний, то есть создание западной монополии знаний в современной истории. И колониальность всегда является вот таким скрытым оружием модерности в ее развивательских миссиях, цивилизаторских миссиях, которая оправдывает любые действия, включая войну, геноцид, с целью уничтожения или преодоления там варварства и традиционализма. И, конечно, это колониальное знание, она всегда идет рукооборку с риторикой спасения, которая характерна для модерности на всех этапах ее разворачивания. Опять-таки, примеры могут быть самые разные, это и христианство, это и либерализм и так далее, там демократия сегодня. Внутри самой западной цивилизации господствует достаточно мифологизированный взгляд на ее мировую, на собственную мировую историю, что связано с определенной такой вот пространственно-временной матрицей, которая складывается тоже начиная с XVI века и затем продолжает в различных формах существовать в дальнейшем и существует сегодня. Эта матрица основана на отрицании места и провозглашении главенства времени над местом, как бы колонизации, можно сказать, порабощении места временем. И это очень интересный на самом деле процесс, который сначала происходит внутри самой Европы, когда вот этот принцип новизны, противопоставление старых и новых возникает. Конечно, да, 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 это вот очень важно для модерности такой момент. Но вот а в доколониальном повороте ставится вопрос, а может быть всё было не так, может быть это в какой-то мере в общем-то миф, и может быть он многое отрицает и многое как бы просыпается вот сквозь это редкое сито анализа, и что на самом деле традиция это тоже миф, который был нужен модерности для самооправдания, для того, чтобы в этой традиции видеть собственное тёмное иное, как бы, да, и поэтому в сферу традиций всего, что выпадало из истории, из модерности, из современности, из прогресса, попадали самые разные вещи, да, там вот от природы до женщин, там, я не знаю, людей другой веры, значит, как бы другой сексуальной ориентации и так далее. То есть возникает такой вот замкнутый на себя самоё и постоянно подпитывающийся из себя самого идеал для всего человечества, который ассоциируется только с современностью, как особым местом провозглашения обязательных идеалов. Но традиция была с самого начала тоже таким же условным конструктом, как и сама модерность и представляла собой вот такой необходимый негативный полюс для определения модерности и её локализации в Западной Европе. Естественно, это очень тесно связано с проблемой продуцирования знания и с тем, что Европа как бы с самого начала выдвигает претензии на то, что только она имеет право придавать смысл всему и всем, кого встречает на своём пути. Сначала это выражается в теологии, вот в первой фазе модерности в XVI-XVII веке это теологический драйв. Во второй фазе, когда происходит секуляризация сознания, это выражается уже в других формах, в таком квазинаучном стремлении к классификациям, к таксономиям, к каким-то эволюционистским схемам, к поискам типологических схождений, параллелей. И в основе вот этого компоративистского драйва всегда лежит универсалистская идея поисков общности происхождения человечества. Но проблема в том, что под человеком и человечеством имеется в виду отнюдь не все люди, а только определённые. То есть это должен был быть по определению человек современный, европеец, христианин, мужского пола, среднего класса, а не какой-то там, условно говоря, дикарь, не той веры, не того цвета кожи или другой, любой комбинации. И в этом смысле можно поставить под сомнение, что и происходит во многих примерах деколониальной критики, такое само вот это ренессансное понятие о человеке и человечестве, которое оказалось очень важным инструментом в процессе дезавуирования любого другого знания и понимания человека, ни христианского, ни европейского. Возникает оно поначалу в столкновениях христиан, европейцев с их различием, мусульманами, евреями, индейцами, африканцами. И получается, что вот эта классификация человечества нуждается в системе знаний, которая бы обеспечила оправдание и воспроизводство иерархии людей. И содержится эта классификация вовсе не в объекте, не в самих этих людях, а в субъекте и в той системе знания, которой он оперирует. И вот этот европейский, можно сказать, имперский субъект в виде отдельных людей, институций, дисциплин на протяжении всей модерности колонизирует знания. Как это происходит? Либо путем его присвоения, либо путем объявления чужого знания нелегитимным. То есть это незнание. И колонизация знания и бытия лежит как раз в основе этой классификации людей на самых неразвитых, незрелых, нерациональных, недостаточно мужественных, отклоняющихся от сексуальной нормы и так далее. То есть колонизация бытия – это то, как современная система производства знания создавала и поддерживала, воспроизводила две основные черты – расизм и патриархальность. Расизм и патриархальность. Знакомые философские проблемы в рамках доколониального поворота формулируются с позиции тех, кого Франц Фанон назвал «дамне де ла тер», то есть проклятые земли, проклятием заклейменные люди. Люди, можно так сказать, с отложенной субъектностью, которые лишены субъектности. И таким образом здесь вот все вопросы западной философии, с которыми мы с вами хорошо знакомы, они будут сформулироваться совершенно иначе. Не просто «что значит быть» или «быть человеком», а вот дюбазианский вопрос «что значит быть проблемой». Вместо вопроса о том, как изучать объект, который одновременно является субъектом, проводящим исследования, спрашивается, как изучать и понимать людей, чья принадлежность к человеческому роду систематически ставится под сомнение. Такой вот мизантропический скептицизм – это термин, который был предложен тоже одним из доколониальных теоретиков, то есть сомнения в человеческой природе. Вот здесь как раз примеры знаменитые Сарти Бартман и Ота Бенга, живой экспонат в Нью-Йорке в 1903 году выставки человеческого разнообразия. То есть это вот такая негативная субъектность, существующая вопреки и болезненные попытки осмыслить опыт людей, которые оказались как бы отмечены или не заведены до статуса антропос. Они уже не относятся к сфере хуманитес, они относятся к сфере антропосу с чисто биологической людей, но не людей, как бы приготовленных культурой. И, соответственно, они считаются, могут считаться собственностью, этническим мусором, частью мира, природы, вот как в случае с Сота Бенгой, люди, чьи идентичности, знания, даже само существование постоянно ставятся под сомнение и чьи локальные истории, конечно, намеренно стираются как часть замалчиваемой темной стороны модерности. Вот это такое тоже провокационное здесь, вы видите, такое противопоставление знаменитого витрувианского человека, которого вы все знаете, Леонардо да Винчи, и работы казахского художника Саида Атабекова, который называется «Сын Востока». Мы видим вот эту вот фигуру мальчика в казахской шапке, и вот он, где он находится в этом круге, это называется шанрак, это такая вот вещь, которая используется для юрты, когда юрту устанавливают, она ее держит сверху, да, и очень интересный многослойный образ, с одной стороны, он в этой же позе витрувианского человека, с другой стороны, «Сын Востока» предполагает и некую вот эту связь уже с современностью, с современными национальными, в том числе, идеологиями, которые эксплуатируют вот такого рода образы, очень как бы иногда в неприглядном смысле. И деколонизация сознания, мышления, знания предлагает такой радикальный сдвиг, можно сказать, в биографии разума, в географии разума. То есть, если раньше знание производилось на Западе, то теперь возникает вопрос о том, что существует множество знаний, они имеют равные права, и они каким-то образом могут взаимодействовать, и, безусловно, существуют проблемы, в которых они пересекаются, но подчеркивается именно вот эта важность определенных локальных историй и определенной даже телесности нашего собственного опыта, который влияет на формирование и распространение знания в эпоху модерности. То есть, это индивидуальные и коллективные биографические основания понимания и познания. Здесь актуальное понятие плюритопической герминевтики. Оно так страшно звучит по-русски, но можно его перевести, это полипространственная герминевтика, иными словами, которая связана с двойной критикой модерности, с позицией колониальности. То есть, здесь ставится под сомнение однородность понимающего субъекта, позиция его, и мы пытаемся двигаться в сторону конструирования такого интерактивного знания и понимания, который связан с тем самым пространством, которое мы пытаемся познать. То есть, это очень такая сложная структура, спиралевидная получается. То есть, заостряется здесь какой вопрос в этой полипространственной герминевтике? Где находится место формулирования теорий, с которого понимающий субъект познает мир? То есть, не просто формула такая отвлеченная cogito ergo sum, которую мы все знаем, формула того же Вальтера Миньёва, он говорит I am where I think. То есть, я там, откуда я мыслю или где я мыслю. Вот важность места, реабилитация места. Конечно, это противостоит всем знакомой монотопической герминевтике, ну, сели Гадамира, например, где место высказывания понимающего субъекта всегда находится внутри одной вот какой-то западной, в частности, традиции, которая прочерчивается из Древней Греции к постмодерной Европе. И здесь все очень просто, потому что есть знакомый герминевтический круг, есть, как бы, горизонт понимания. А что делать, когда все не так просто, когда возникает вот это вот полиязыковое, поликультурное непонимание, где сами принципы понимаемости разные в разных культурах, и мы, как бы, оказываемся перед задачей такой полипространственной герминевтики. На мой взгляд, здесь можно говорить о неком постконтинентальном модусе теоретизирования, который не является простым междисциплинарным продолжением традиционных исследований, которые мы все знаем, исследований Африки, Евразии, Карибского региона, потому что в этих исследованиях всегда сохраняется объектно-субъектный принцип, такая эпистемология нулевой точки отсчета. То есть, это не косметическая поправка, не просто попытка сказать, что вот мы этого еще не знали, мы напишем еще одну историю, которую никто не знал, связанную с притеснением кого-то. Нет, здесь речь идет о другом. Это связано с расшатыванием существующих академических дисциплин, и происходит вот этот серьезный сдвиг в географии разума, связанный с зарождением какой-то альтернативной методологии и теории, которые меняют не просто содержание разговора, но и сами его условия, как бы правила дискурса. То есть, такая вот дислокация эпистемологическая происходит, которая развенчивает геополитику знания и фокусируется на том, как это знание продуцируется, кем, в чьих интересах, как, может быть, абстрактный, отвлеченный выбор нами, как учеными тех или иных теорий и методологии, на самом деле не является невинным, он может изменить реальный мир, как и сами структуры знания являются всегда соучастниками глобального неравенства. Сдвиг в географии разума основан на отказе быть вписанным или выброшенным, выброшенным, то есть, из генеалогии западноинтеллектуальной традиции. И здесь мне хотелось бы протестировать еще одного очень интересного современного исследователя, он примыкает к постколониальному повороту, но не является членом нашей группы, это афрокарибский философ Луис Гордон. Он видит себя продолжателем Фанона и Уильяма Дюбуа, но при этом, конечно, связан тесно с Жаном Полем Сартром. И, в частности, Гордон критически анализирует понятие самообмана у Сартра и противопоставляет его эволюции понимания того, что он называет актом недобросовестности, mauvaise foi, от Дюбуа к Фанону и затем к собственной философии. В основе европейских попыток самообмана, согласно Гордону, лежит акт недобросовестности, такой вот неотрефлексированный феномен, который отрицает реальность жизненного мира, избегает свободы, ответственности и выбора с тем, чтобы утвердить свою позицию в качестве единственно верной и отрицает то, что наше воззрение всегда является только лишь определенной точкой зрения и не представляет абсолютную истину. И вот отсюда из этого взгляда вырастает все и политика, и мораль, и наука, и вся ассоциативных отношений. Одна из интересных вещей, которую сформулировал Гордон, это парадокс черной невидимости, который оборачивается гипервидимостью, но неизменно лишает человека субъектности, потому что его видят не как человека, а как чернокожего. Отсюда его переосмысление всего и онтологии, и эпистемологии, как порождение европейской философии, и причем делает это обязательно с точки зрения экзистенциального опыта, с точки зрения субъектности существа, которое этой традицией всегда лишалось права иметь собственное мнение, субъектность лишалась, воспринималась как проблема, по словам Уильяма Дюбуа. И вот он говорит, что невозможно на самом деле привыкнуть к бытию в качестве проблемы, а не человека, сталкивающегося с проблемами, потому что это очень такое негативное, внутренне противоречивое бытие, которое не дает возможности самосознания. Оно только позволяет такому человеку, чернокожему, увидеть себя глазами другого мира, увидеть себя глазами белых людей, а это взгляд, исполненный презрением и жалости. И вот отталкиваясь от этого опыта Дюбуа, Фанона, от двойственного сознания, Дюбуа, Гордон задается вопросом, кто мы, что нам делать, размышляет об идентичности, о моральном действии, над тем, как соотносится бытие и целеполагание. И как раз его особая такая трактовка феноменологии, она связана с развитием понятия людей проблем Дюбуа и с тем, что он пишет, требует как бы, деколонизировать, освободить методологию саму. Причем, это требование тоже Гордон находит у Фанона и говорит, что Фанон одним из первых стал практиковать вот это как бы откладывание философии, ее превосхождение с целью ее же возрождения. И в связи с этим он предлагает понятие дисциплинарного декаданса и говорит, что многие дисциплины на сегодняшний день они как бы настолько, можно говорить сегодня о пролиферации дисциплин до такой степени, что они теряют смысл, потому что человек защищает только дисциплину, в рамках которой он работает, но не занимается реальными проблемами реального мира. И освобождение от всего этого невозможно без возникновения нормального жизненного мира, тогда как роль дисциплин в конструировании человеческого субъекта всегда ограничена вот этим самым дисциплинарным декадансом, то есть развитием дисциплин как таковых, существующих ради себя самих. Гордон предлагает разграничить вопрос о том, что значит быть проблемой и что значит иметь проблемы. Это очень важно. Отделение смысла от бытия, оно позволяет поставить под сомнение серьезность оценочных категорий, связанных с расой и расизмом. Таким образом, доколониальный подход отказывается и от прежде непреложного принципа западной модерности, который мы все знаем, смены одной точки зрения, одной идеологии другой, от их непримиримой борьбы и навязывания победившей концепции в качестве истины. Наоборот, здесь идея какая, что все модели должны сосуществовать, они должны все оставаться жизнеспособными в качестве источников критики и мишеней критики, включая сам доколониальный поворот. Это очень сложно. И даже многие представители доколониального поворота, как мне кажется, они к этому стремятся, но до конца не доходят. Это соответствует принципам, которым, как ни странно, находим во многих тех самых культурах коренных народов. Например, у мексиканских сапатистов во всемирном социальном форуме нужно создать мир, в котором будет возможно множество миров и где не будет прежних иерархий. Ну как же сложно это сделать. И вот это доколониальное мышление, по крайней мере, стремится к тому, чтобы сломать вот эту менеджерийскую в основе эпистемологию нулевой точки отсчета и основана на границах между европейскими имперскими категориями, языками и теми моделями, которые были отвергнуты этой эпистемологии, без чего будет невозможно создать более справедливый мир. А теперь перехожу к следующей части, может быть, более интересной для нас с вами, потому что она касается и нас. Вот в последнее время участились попытки соотнесения постсоциалистического дискурса или даже исследований постзависимости, как было предложено назвать их в одном из польских университетов недавно, то есть восточной и центральной Европы, с доколониальными и постколониальными установками. Это, мне кажется, очень важная тенденция, которая акцентирует двойственность данного региона, вот центральной и восточной Европы, его интеллектуальной истории в мире, и важная уже тем, что она вписывается не только в нарратив падения коммунизма, но и более широких разнообразных последствий модерности, включая в том числе и постколониальные обертоны. С одной стороны, восточная Европа это тоже Европа, которая отчаянно хочет подчеркнуть свою европейскость, вот эту принадлежность к европейской интеллектуальной традиции. С другой стороны, это именно другая Европа, которую как только не называют, новая Европа, не вполне Европа, вторичная Европа и так далее. И отсюда, конечно, огромное количество такой вот обманутых надежд, предательства, навязанной ролью области различия в Европе. Иногда это рождает психологические реакции, ярости, фрустрации, ностальгии, меланхолии. И, как ни странно, вот очень простым в этой ситуации оказалось обратиться к понятиям постколониальной теории, чтобы описать это состояние. Можно таких примеров очень много привести. Но мне кажется, что разница на самом деле очень велика, и только сегодня восточноевропейские исследователи начинают это понимать. Сам термин исследования постзависимости, который был предложен недавно, он свидетельствует о начавшемся движении прочь от чистой идеологии посткоммунизма, от такой достаточно чужой матрицы постколониальных исследований, к более нейтральному и безоценочному понятию. Постзависимость. Но, с одной стороны, оно расплывчатое, с другой стороны, оно может быть даже и более пластичное, и даже показывает зачатки самостоятельного теоретизирования. Вот здесь приведены слова Нейла Лазаруса, который он написал в недавнем спецвыпуске журнала Postcolonial Writing, который как раз был посвящен посткоммунистическим обществам, в котором мне тоже довелось писать статью, и вот в связи с этим я прочла все эти остальные работы тоже. Вот он говорит о том, что мы должны осознать все последствия этого факта, что освобождение от реального социализма было освобождением в мировую систему реального капитализма. И дискуссии на эти темы, они прошли везде, они прошли и на Западе, и в постсоветском пространстве, но пока все-таки, как мне кажется, нет какого-либо сформировавшегося постсоциалистического дискурса, вот как целостность, ни снаружи, ни изнутри. С чем это связано? С тем, что обанкротившаяся советология на Западе со всеми ее более-менее невинными ответвлениями пыталась как-то обновиться, она попыталась применить даже некоторые элементы современной темории к изучению постсоветского мира, который обретает для Запада не только уже идеологические, но и какие-то этнокультурные, религиозные измерения. И в частности, попыткой, не во всем, конечно, удавшейся, было создание так называемых евразийских исследований, которые есть сейчас в ряде американских университетов. Не надо их путать с евразийством, которое было у нас, это совершенно разные вещи. Что это такое? Это такой конгломерат регионалистики, дисциплинарной области холодной войны и новых тенденций, связанных с культурными, этническими, критическими, расовыми студиями. Вот это одно направление. А другое было как раз очень простая попытка применить постколониальную теорию по социалистическому миру, которая тоже начинается достаточно давно, по крайней мере с 90-х годов. И второй мир в этом смысле, он, конечно, плохо ложился на всю эту постколониальную проблематику, потому что сам был результатом развития маргинального дискурса западной модерности и оставался долгое время вне зоны досягаемости постколониальной теории и культурных исследований. И когда мы вводим этот мир в новую дихотомическую схему запад-восток или север-юг, мы сразу же усложняем ее и даже разрушаем в какой-то мере посредством вот такого странного агента нас с вами, который выступает одновременно и, может быть, и колонизатором, и колонизированным, и который не способен до конца стать частью ни одного из этих условных полюсов, мира капитала, ни мира труда. И вместо этого генерируют какие-то очень странные дополнительные категории, такие как, например, бедный север. То есть, если север мировой сегодня ассоциируется с богатством, то мы, скорее, можем быть названы бедным севером, который не равен бедному или глобальному югу при этом. Или юг бедного севера, если речь идет о бывших республиках СССР многих. Еще один очень важный момент это то, что разочарование третьего мира во втором мире, не справившимся со своей социалистической миссией, это тоже очень интересный комплекс, не до конца осознанный. Интеллектуалы третьего мира редко признают даже сегодня знак равенства между колониализмом и социализмом. И в этом смысле падение социалистической системы было катастрофой не только для нас, кто жил в этой системе, но и для тех, кто на нас, условно говоря, равнялся. Правда, надо сказать, что они быстро нашли какие-то другие для себя ролевые модели, но важно то, что постсоциалистический мир и особенно Россия стали какими-то новыми невидимками, как бы бездействующими агентами. В контексте кризиса левых идеологий Алексей Пензин очень точно констатирует несимметричность постсоветского в сочетании с постколониальным и постфордистским. Он говорит о том, что советское как раз поначалу рассматривалось многими как, причем и на Западе и в Третьем мире, как спасение от фордизма и колониализма. Что происходит? Почувствовав себя победителем, Запад не считает допустимым, чтобы побежденный враг продолжал существовать после того, как этот героический нарратив борьбы капитализма и социализма закончился. Американская современная исследовательница Дженнифер Сухланд сформулировала это ощущение несуществования нас для мира в такой вот постспивоковской фразе. У нее есть статья, которая называется «Can the post-socialist speak?» То есть могут ли говорить субъекты постсоциалистические. Ну а с нашей стороны эту чувствительность можно определить как вот такой риторический вопрос. Что значит быть пустотой, быть как бы никем в этой новой архитектуре мира? Что значит понимать, что нарратив второго мира в истории закончен, победа как бы условно говоря присуждена врагу, и никто не ожидает, что побежденная сторона будет надоедать миру какими-то абсурдными претензиями на существование? И что делать дальше с этим? В ряде дискурсов третьего мира наблюдается сегодня стремление сохранить монополию на виктивность, на страдания вместо поиска пересечений, диалогов с другими-другими, включая и нас тоже. Это такое негативное соперничество. Кто больше пострадал, как бы, да? И оно, как мне кажется, является прямым результатом бездумного следования логики модерности с ее такой вот агонистикой, с агонистическим подходом, который мешает диалогу. Постсоциалистические дискурсы даже, как бы, в целом не приемлют все равно постколониальной теории, потому что здесь часто господствует либо имперский подход, как в современной России, либо национализм в каких-то постколониальных пространствах. И все это отмечено какой-то очень сомнительной гордостью за свое прежнее более высокое место, скажем, второго мира на лестнице модерности, что ведет, к сожалению, к пролиферации ксенофобии, невоспроизводству колониальности знания. И за всем этим маячит глобальная колониальность как неотъемлемая черта модерности, которой в разных формах отмечены и все. И третий мир, и бывший социалистический мир, и Запад, и Север. Последствием является вот это некритическое приятие существующей иерархии мира, когда люди, даже если они не удовлетворены вот этим своим местом, например, как сейчас Восточная Европа, вот такую роль выполняет государство бедных родственников, которых никуда не пускает, но при этом и даже это место очень боится потерять, и никак не хочет, чтобы ассоциировались с мировым югом. Или российский случай, такое неотрефлексированное сочетание отвращения и презрения по отношению к мировому югу и страх, что вдруг нас станут ассоциировать с ним, иначе как в роли патерналистской снисходительности. А с другой стороны вот это вот нежелание видеть какие-то эксцессы российского и советского колониализма. Алексей Пензин очень интересно размышляет о своеобразном переворачивании постколониального дискурса и чувствительности по советскому пространству, когда, как он пишет, русский человек становится новым субалтерным, страдающим от неотрефлексированного комплекса проигранной битвы, то есть вот такого утраченного величия в силу отмены советской модерности. Но если Пензин кодирует эту чувствительность по аналогии с постколониальным, я считаю, что она все-таки отражает скорее постимперское сознание, хотя и с поправкой на особый, конечно, статус нашей империи двуликого Януса. Постсоветский субъект действительно испытывает в искаженном виде постколониальный комплекс, потому что отказывается сегодня под непосредственным спудом вот этой жесткой глобальной колониальности, которая уже давно не нуждается в колониализме, обрела такой виртуальный характер, но не стала от этого менее тотальной. Но вместе с тем, мне кажется, нельзя просто ставить знак равенства между постсоветским ощущением вот этим и постколониальным, потому что если мы кодируем имперское различие как постколониальность, мы не видим разницы во властной иерархии между своим и чужим. Мы превращаем своего в жертву, в суббалтер, на чужого, тогда мы вообще его упор не видим и стираем его начисто. Постколониальный дискурс в большинстве своих вариантов концептуально близокритической теории, как я уже говорила, а вот с постсоветским интеллектуалом происходит совсем другое. Чаще всего он все-таки крайне скептически настроен по отношению к любым постмарксистским основаниям, потому что многие люди объясняют это тем, что имели несчастье испытать прелести воплощенных утопий и не верят в возможности их практической реализации. Антикапиталистическая риторика, антиимпериалистская критика всегда были очень важным элементом постколониального дискурса. А вот опять-таки постсоциалистический субъект вряд ли подпишется под этим принципом даже сегодня, когда первая эйфория закончилась, и бывший социалистический мир понимает, какую роль ему уготовили, жестко фиксированную роль. Об этом пишет та же Дженнифер Сухланд. Она говорит, что продуцирование знания в рамках региональных исследований и идеологические конструкты холодной войны делали второй мир не критичным, а третий мир крайне критичным по отношению к Западу. И, к сожалению, с концом холодной войны это ничего не изменилось. Эта упрощенная установка продолжает сохраняться. Она определяет, какие культурно-исторические примеры ассоциируются с социальной критикой. И получается, что по привычке вот этого бинарного упрощенного мышления постсоветское пространство вынуждено либо безоговорочно принять либерализм и капитализм как якобы безальтернативные варианты, либо вернуться к идеализированию социалистических мифов, включая те, что определяли имперско-колониальные отношения. Вообще, модерность, как мне кажется, в XX веке была воплощена в двух формах либеральной капиталистической и социалистической и татистской. И у каждой из этих моделей была своя солнечная и своя темная сторона, своя форма колониальности. В темной были свои проблемы. Здесь был сконструирован такой второсортный советский гражданин, невзирая на интернационалистские слоганы про возглашение цели расового смешения населения с целью создания будущего советского идеального человека, метиса, со стёртыми этническими характеристиками, воспитанного на русской культуре и советской идеологии. Но на самом деле существовали, конечно, двойные стандарты, где на словах утверждалась необходимость стирания колониального статуса, а на деле всё равно существовали невидимые, незримые границы, стеклянные потолки. Это касалось очень многих аспектов и карьеры, и образования, и самореализации. И в результате рождалась вот такая проблематичная советская колониальная идентичность, которая, может быть, единственная, как мне кажется, имеет действительно сходство с постколониальной расколотой негативной самоидентификацией, связанной с внедомностью и промежуточностью. И вот в этих условиях глобальной колониальности сегодня Россия очень остро переживает давнее ощущение своей зависимости ментальной и культурной от Запада. Алексей Пензин называет это смещенной постколониальностью, вынутой из локальности постколониальностью. Эдкент называет это внутренней колонизацией. На мой взгляд, этот комплекс объясним посредством понятия имперского различия, то есть различия между западными капиталистическими империями-победителями во второй модерности, во второй фазе модерности, и теми, что им проиграли, и остались империями, как Россия, или там, допустим, Османская империя, но обрели совершенно особый статус такого имперского различия, в определенной мере стали подчиненными в этой гонке модерности. Россия очень яркий пример вот такого внешнего имперского различия, мы все это знаем, и догоняющую логику, и огромное количество психологических комплексов, каких-то шизофренических коллективных ловушек, идеологии осажденной крепости или победы в поражении. Это комплекс очень сложный, очень болезненный и даже, может быть, более болезненный, чем любые постколониальные комплексы, потому что ментальная колонизация это отнюдь не только прерогатива лишь постколониального дискурса, это болезнь, которая встречается во всех сегментах общества и в любых обществах, меняется только содержание промывания мозгов, от христианства до цивилизаторской миссии, от потребления до терророфобии. И эта ситуация еще и крайне тупиковая, вот это имперское различие. В течение многих столетий это была специфическая российская проблема задолго до противостояния капитализма и социализма. И в какой-то мере, мне кажется, что западный дискурс социализма был наложен уже на вот это существовавшее имперское различие, породив конструкты и риторику советской модерности со знакомой логикой колониальности. Только она была, конечно, и наковленной и уже приспособленной к другой идеологии. Понятия имперского и колониального различия взрывают линейный исторический нарратив, который, как мы знаем, заканчивается падением СССР. И отсюда расхожее рассуждение о постсоветском как о времени, а не как о пространстве. И позволяют создать более нюансированную картину модерности и колониальности вплоть до ее сегодняшнего глобального состояния. И тогда вот это самое превращение русских людей в Прибалтике в Новых Субалтернах, которым пишет Алексей Пензин, отвечает не только общей постколониальной логике, которую мы обнаруживаем и в Гонконге, и в Индокитае, но связано еще и с особым статусом России как Субалтерной империи, отмеченной имперским различием и некоторой неуверенностью, которая присутствует. Такое имперское различие, которое, к сожалению, имеет реваншистскую природу и не дает возможности вот. Надо сказать, что, может быть, единственная легитимная сфера применения постколониальной теории к анализу постсоветского пространства, это именно случай неевропейских и преимущественно нехристианских колоний, ну, или говоря обычным языком, бывших республик СССР. Там действительно дискурсы европоцентризма, ориентализма, расизма, там, цивилизаторской миссии существовали, мы можем их найти, и к тому же более выпукло проявится расовое различие, которое вообще не актуально для Европы и для России тоже. То есть вот эта постколониальная чувствительность, она скорее может быть найдена там, это единственная точка действительно соприкосновения и пересечения. Если говорить о самой России сегодняшней, то здесь постколониальная чувствительность выражается скорее у людей трансдиаспорных, со смешанными этническими корнями, без какой-то конкретной привязки к месту, языку, индивидов, которые по одному или многим признакам оказываются, можно сказать, внутренними иными, заложниками в какой-то мере, потому что когда мы попадаем за границу, то нас будет все равно ассоциировать со сферой своего, российского, своего, а не чужого. То есть картина, это я что хочу сказать, она значительно сложнее вот тех простых бинарных оппозиций, вот как бы о которых обычно пишут постколониальные теоретики. И здесь нужно не просто складывать одно на другое, как бы складировать все эти особенности, здесь нужен принцип того, что было названо в афроамериканской теории intersectionality, какая-то межсекциональность. То есть недопустимо просто складывать все виды дискриминации в наших попытках понять, что же связывает нас, вот эти несколько десятков миллионов человек, кроме того, что мы родились и, так сказать, застряли на этом пространстве. Мы же все равно продолжаем говорить на одном языке, но во многом есть такое мнение, никак больше не связаны в духовном, ценностном или идеологическом смысле. И поэтому, как мне кажется, так важно заняться нам самим критической саморефлексией, освободиться от такого безальтернативного бедминарного мышления, от теоретической несамостоятельности, от все отрицания или самоутверждения, обратиться к многоаспектной разработке основ будущего, которое было бы не расистским, не патриархальным, не обязательно для всех либеральным или там коммунистическим и так далее. Только мы сами способны создать вот такой дискурс, имеющий дело с постсоветским пространством, идентичностью, эпистемологией, эстетикой, а не просто механически брать чужую теорию, будь то постколониальная теория или еще какая-то, феминизм с их сугубо западными когнитивными принципами изучения другого и просто применять это к нашему пространству. И здесь мы переходим к заключительной уже части. Это связано с тем, что наиболее удачные примеры вот такого освобождения в сфере бытия, знания, эстезиса, чувствования можно найти не в академической сфере сегодня, а скорее именно в сферах нерациональных, в сфере искусства, в сфере литературы, театра, кино, где вот тот самый постсоветский субъект перестает быть иным, перестает быть немым, обретает наконец свой голос. Это, конечно, не случайно, потому что искусство является той сферой, где возникают вот эти многообещающие модели освобождения бытия, знания, ощущения от наслоений модерности, от ограничений модерности. В этом смысле европейская эстетика такая нормативная, она была тем агентом, который колонизировал эстезис, то есть нашу способность к чувствованию, к ощущению визуальному, тактильному, слуховому, по всему миру. Это была часть более обширного процесса колонизации бытия и знания. И что это, к чему это привело? К очень жестким формулировкам того, что прекрасно, возвышенно, безобразно, что такое добро, зло, и к созданию определенных канонических структур, художественных генеалогий, таксономий и так далее. И вот в доколониальных контекстах, особенно в искусстве, возникает какая-то иная оптика, иная эстетика, иная чувствительность, креативность, связанная со специфическим пониманием природы эстезиса, цели искусства и творчества, его статуса экзистенциального, политического, антологического. Современные выражения эстетической колонизации включают самые разные вещи, но прежде всего это бутичные формы мультикультурализма, как способы присвоения иного. Это очень важный аспект, вот так сказать, деколонизации искусства, который подчеркивает траекторию присвоения смыслов, в том числе эстетических смыслов от простого сначала похищения произведения искусства и потом, когда их похищали, например, в Африке, привозили в Европу, помещали там в кунсткамеры и так далее, через какие-то более рафинированные вещи, такие как африканизм и другие экзотистские мотивы модернизма европейского. К сегодняшней ситуации, когда бывший объект присвоения сам становится производителем искусства, особенно в его хорошо продаваемых и разрешенных формах. То есть, если раньше мы представляли собой себе, скажем, колониальную лавку, где продают кофе или еще какие-то пряности, то сегодня сам писатель или художник экзотический такой из Третьего мира, он становится таким продуктом, который продается, который коммерциализируется. И вот деколониальная эстетика в этом смысле, она нацелена на то, как незападный человек чувствует мир и его красоту, и как пробудить в нем эту его освободительную чувствительность и восприятие. И если вот мы раньше говорили о феноменологии, о психологии, об экзистенциальной философии, они имеют дело с вопросом, что значит быть проблемой, то эстетика деколониальная, она фокусируется не на разуме Калибана, а на его искусстве. Причем не на декоративно-прикладном искусстве, которое только раньше разрешалось этому Калибану, чтобы он там какие-нибудь вышивал, что-нибудь плел кружево и так далее. Нет, теперь речь идет о том, что он превращается из объекта, из декорации, теняющей красоту и возвышенность природы, в субъект, наделенный способностью к деятельности, к страданию, к определенному пониманию соотношения между прекрасным и возвышенным, определенными феноменами и действиями. И этот объект, он как бы обретает голос, способность страдать, испытывать унижение и в том числе все это осмыслять эстетически. Таким образом, можно сказать, что доколониальное антивозвышенное освобождает восприятие с тем, чтобы подтолкнуть человека к деятельности. Это очень важно. Она может быть самой разной. Это не обязательно, что он выйдет на баррикады. Это может быть эстетическая деятельность, социальная, экзистенциальная, гносологическая. То есть, субъект счищает себя, счищает, как кожуру, вот эти слои нормативной эстетики и обретает или создает собственные эстетические принципы, которые связаны с его телесной и геополитикой знаний, с его локальной историей. Он добавляет обязательно собственный опыт экзотизации, обыноковления, объективации, деколониальной чувствительности, образованию знаний. И создается такое летучее, очень подвижное деколониальное сообщество смысла и ощущения, которое, конечно, требует от зрителя и эмоционального усилия, и очень активного рационального усилия. То есть вот как бы метафорически через искусство происходит очень активное понимание противовес пассивному созерцанию, что свойственно очень многим другим эстетическим моделям. Деколониальный зритель не испытывает страха или удовольствия, связанного со страхом перед лицом величия, как это было в эстетике Канта. Он не испытывает удовольствия из-за ощущения своей ничтожности, как это было в случае с Шопенгауэром. Скорее он испытывает солидарность, негодование, участие, и для него вот эта глобальная колониальность высвечивается в каком-то образе, в какой-то метафоре, внезапно освещающей дальнейшую как бы траекторию его освобождения. Деколониальное антивозвышенно укоренено в категории человеческого достоинства. Оно пытается врачевать душу, сознание несвободного индивида, как бы освобождая его вот от этих комплексов и давай ему понять, что он тоже прекрасен и ценен, как он и есть. Он не обязательно должен похож быть на кого-то другого. И целевая аудитория этого искусства, она внутренне плюральна, ее коллективность основана на различии, а не сходстве, можно даже сказать так. Это плюральность как различие, нередко воплощаемое в очень неустойчивых летучих институтах, событиях, которые создаются на день или на час и потом снова рассыпаются, чтобы собраться вновь. И деколониальное искусство несомненно расшатывает бинарные оппозиции, которые мы все знаем, прекрасного, безобразного, трагического, комического, высокого, низового. Они как бы сосуществуют, они взаимопроникают в реальности, в людях, в искусстве, связанном с принципом не исключающей дуальности. Этот принцип можно обнаружить не только в какой-то такой вот полисемантической логике, но и во многих космологиях коренных народов. И важнейший импульс, как вот мне кажется, здесь, он состоит как раз в превосхождении, если говорить в экзистенциальном смысле, даже в дзен-буддистском смысле, то есть преодолении любых стандартов и смыслов, трансценденции, если вернуться к канторским формулировкам, или в трансмодерном размежевании в доколониальном смысле. Но проблема в том, что после размежевания необходимо, чтобы человек вновь с кем-то соотнесся, необходимы новые связи. И здесь вот противостояние уступает место реэкзистенции. Около года назад на прошлой лекции в этом музее я рассказывала о художниках Педро Лаше и Фредди Уилсоне как парадигматических примерах доколониальной эстетики. Сегодня я на других специально остановлюсь фигурах. Это Таня Остович, Патрис Найамбана и Таус Махачева. Первое, буквально несколько слов, это знаменитая ее вещь, Таня Остович, сербская художница-перформанистка, которая скандализирует европейские фестивали и выставки, представляя такой юго-восточноевропейский вариант доколониального искусства, в котором актуализируется внутреннее европейское различие. Она постоянно возвращается в таких шокирующих формах к несправедливой роли людей второго сорта, которая уготована представителям бывших социалистических стран в Европейском Союзе. Особый упор делается при этом на гендерные отношения, на асимметрию гендерных ролей и на вот эту позорную идентичность восточноевропейской женщины как товара, продаваемого на всех уровнях, как она говорит, от проституции до брака с настоящим европейцем, который воспринимается как индульгенция, позволяющая жить в сердце Европы. Вот это самая ее провокационная работа «Трусики Европейского Союза». Она, как вы видите, представляет собой переосмысление знаменитой и не менее скандальной картины Гюстава Курбе «Происхождение мира», где вместо обнаженной нижней части женского тела мы видим самую остыщую модель в синих трусиках с изображением звезд Европейского Союза. Эта работа вызвала настоящий скандал в Вене, когда она была выставлена на таких больших постерах по всему городу и бургомистр приказал, чтобы эту картину без... Да, да. Да, да. Да, да. Это вот все и здесь тоже присутствует, конечно. Вот. Ну, а второй человек, о котором хотелось бы сказать несколько слов, это уникальная личность Патрис Найамбана, режиссер, актер, певец, танцор, родом из Сьерра-Леоне, из семьи активистов панафриканского освободительного движения и основатель проекта Tribal Soul. Патрис Найамбана. Найамбана. Ну, я буквально несколько слов скажу, если получится, покажу маленькое видео, пять минут, совершенно шикарное, на мой взгляд, интересное такое. Значит, вот у него такой проект. Он живет в Великобритании, занимается проектами современного искусства, связанными с идеей взаимодействия с гражданским обществом, с политическим обществом. И коллектив этот путешествует по всему миру с театральными проектами, танцевальными шоу, музыкальными шоу, такого транскультурного характера. Среди них выделяется пьеса, которая называется по-английски «The Man Who Committed Thought», то есть, так сказать, человек, который совершил мысль как преступление, да, вот так получается. Действие ее происходит в постколониальной воображаемой африканской стране, где крестьянин пытается добиться справедливости в суде и нанимает какого-то местного адвоката. Адвокат этот такой весь англизированный, совершенно равнодушный к его делу, африканский адвокат, цепит цитатами из Шекспира, мыслями великих западных философов, но вдруг с ним происходит перевоплощение, он неожиданно начинает то, что вот «commits a thought», да, то есть, совершает мысль как преступление и мыслит о собственной личной ответственности за состояние своей страны. Патрис Наймбана в этом джазовом моноспектакле обращается к традиции западноафриканского повествования в стиле гриотов. Это особая каста такая, представители бродячих профессиональных певцов и сказителей, но его представление это не архаика, это еще и обращение к современности, к тому, как африканцы продолжают жить, несмотря на сохраняющиеся элементы расизма, ксенофобии, вопреки войнам и так далее. Еще одно очень интересное представление связано с попытками понять природу в невидимости, что очень актуально для тех африканцев, которые живут в Европе. Оно называется «Междустрок» и основано на африканском джазовом станции с элементами африканской мифологии, устной истории и, как вы видите, включает дополнительные виды искусства и какие-то гаджеты, которые помогают танцорам выразить контуру и динамику невидимости. Это роликовые коньки, это вот этот вот куб, металлический куб, который движется по сцене на колесиках и так далее. И последняя его работа, вот вы видите, Яго из спектакля «Евангелие от Элла», которая сочетает шекспировские строки со стихами на языках Шона и Ндебеле из Зимбабве и акцентирует тему изгнания в этой истории любви предательства и наковости. Для Найамбаны важно понять душу другого человека, как он говорит, включая другого, самого разного и бывшего притеснителя и притесненного, принять его, объять его и затем уже практиковать вот это включение, эту инклюзивность на всех уровнях, не только на словах, но и на деле. Последние несколько лет Патрис Найамбана сотрудничает с нашим деколониальным институтом и приезжает выступать вот уже третий год специально на семинарах по деколониальности, которые проводим мы каждое лето в Миддлберге. На следующий год обязательно хочу поехать, потому что у него будет новый спектакль, это что-то грандиозное. И сейчас попытаюсь, если получится, показать вам ролик. Это работа, которая «Work in progress», будущий фильм, докудрама о вымышленном президенте африканской диаспоры в Европе. Его, конечно, играет сам Патрис Найамбана. Этот президент, бывший беженец, решивший основать телерадиовещательную корпорацию хороших новостей, чтобы сделать жизнь африканцев в Европе и их хорошие новости видимыми остальному миру, принести надежду в их дома. Причем, обратите внимание, в ролике в этом Патрис разговаривает на улице с Вальтером Миньолу, играющим самого себя, аргентинского мигранта итальянского происхождения. Сейчас я попробую это сделать. Одну секундочку. будет не слышно. Продолжение следует... Это вот Патрис, да. Продолжение следует... 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 Это заброшенный, быстро разрушающийся высокогорный аул в Дагестане, которому почти 2000 лет. Он буквально, как вы видите, высечен из скала и в скалах, и крайне труднодоступен, чтобы сделать его неуязвимым для завоевателей и самодостаточным. Сегодняшнее состояние Гамсутля тоже, как вы видите, плачевно. А раньше это был город-государство на одном из ответвлений Великого Шелкового Пути. Там жили известные ювелиры и оружейники. И славился он еще и религиозной терпимостью, потому что там на некоторых зданиях видны самые разные знаки от христианских до иудейских и мусульманских. И все это сосуществует в одном небольшом пространстве. Но вот эти живописные руины аула, они не мрачные, они врастают в природный ландшафт, очень гармоничные, сливаются со средой, как будто подходит к концу какой-то жизненный цикл. И природа забирает просто у людей эти вечные скалы, и рукотворная снова становится природным. Вы увидите, я постараюсь сейчас показать, что герой этого видео – это такой молодой человек, который принимает участие в своеобразном ритуале, ритуале вспоминания и проживания заново. Он пытается очень осторожно воспроизвести пространственную память забытого прошлого посредством такого телесного слияния с этим пространством. Оно воспринимается как наложение, такой полемпсист многих культурных страт, драматических, исторических событий. Здесь все что угодно будет. Сейчас я найду сразу его. И русско-кавказская война. Вот, посмотрите, я только звук сейчас поменьше сделаю. И советская модернизация. Это постсоветское забвение, вот это возвращение назад к природе. Сейчас в этом ауле живет один человек всего. И Атаус с ним тоже общался, разговаривал. Но здесь намеренно вы видите только фигурку этого танцора, который пытается телесно прожить заново этот аул и пытается мимикрировать, слиться с разными пространствами, рукотворными и природными, архитектурными объектами и природными вещами. И движение, как вы сейчас увидите, позы этого танцора повторяют героев грандиозных панорамных батальных картин французского по крови и русского по культуре художника Франца Рубо, который был известен циклом своих полотен о кавказских войнах. Действие многих из них происходило именно там, в окрестностях Гамсутля. А героями были солдаты обеих сражающихся сторон. И вот этот танцор, он примеривает разные идентичности, как бы дешифрует их прикосновениями к поверхностям Гамсутля и воображает себя поочередно то защитником этой крепости, то нападающим на аул, то воином, то гражданином, то потом позднее колхозным бригадиром, который танцует традиционный танец, но пытается в него инкорпорировать какие-то следы уже советской модерности. Например, имитирует, что он едет на тракторе или ещё что-то такое интересное очень делает. А потом в конце он притворяется неодушевлёнными предметами, могильным камнем, сторожевой башней, трещиной в стене. И вот эти застывшие позы его, как мне кажется, напоминают осколки забытого прошлого, которые очень трудно совместить в какой-то целостной картине, как трудно отличить, собственно, один уровень от другого и сказать, кто принадлежит здесь своему, кто чужому, где современная реальность, а где всего лишь отпечаток того самого места, которое мы сейчас видим уже разрушенного на старой фотографии. И вот это видео для меня очень хорошо выражает то, о чём я пыталась сегодня рассказывать. То есть вот эту попытку культивировать какие-то деколониальные сообщества вкуса и смысла, если перефразировать Жака Рансьера, причём и на уровне аудитории, и на уровне критиков, на уровне самих художников. И в этом нет, конечно, попытки идти назад в прошлое, потому что то, что вы здесь видите, это не архаизация, это что-то совсем другое. Есть попытка войти в какое-то локально воображаемое, как в реку, которая всегда меняется и всегда остаётся той же самой рекой, которая выпадает из западной логики или-или, балансирует всё время на грани изменений и преемственности. И в этом смысле вот такой художник, как Таус, он всё время сохраняет ироническую дистанцию, такое балансирование на грани гротеского отчуждения, западных аллюзий, локальной образности, трагического, комического и так далее. То есть это такое особое совершенно творчество на пересечение онтологии и эпистемологии, которое, мне кажется, является на сегодняшний день наиболее эффективным в процессе освобождения как раз вот знания, бытия и нашего эстезиса, нашего ощущения от мифов и ограничений модерности. Ну а теперь я предлагаю немножко посмотреть, буквально ещё 2-3 минуты, и потом можем перейти к вопросам. Спасибо. Вот я хочу вам показать следующую часть. Где он изображает колхозного бригадира. Да, представляете, вот там был колхоз, и вот это танец колхозного бригадира, который Таус нашла в какой-то старой книжке. Вот, и этот танцор, этот профессиональный танцор из местного ансамбля, вот как раз он пытается изобретать. Видите, трактор, сейчас он будет там ещё какие-то действия интересные совершать. Там был колхоз, там была школа, но с 60-х годов люди оттуда стали уезжать. Сегодня там живёт один житель, у него пасека, он ездит вниз, берёт книжки в библиотеке, у него нет ни телевидения, ни телефона, ничего. Ну, советская, там была кинопередвижка и было радио, то есть по рации можно было как-то связываться. Ну, вы видели, там все дома очень узкие, маленькие, они с одной комнатой, да. И последняя часть, сейчас, чтобы вас не утомлять, вы уже устали, там, где идёт наложение фотографий старой, которую нашла Таус, на то же самое место в реальности. Вот мне очень нравится это, как сделано. Вот где-то в 60-х годах, там даже какое-то кино снимали, какой-то вот фильм художественный в это время. Там была дорога, которая с тех пор разрушилась, и сейчас только можно пешком там по какой-то ослиной тропе пройти. Да, да, было бы, но, к сожалению, всё-всё это разрушается на глазах. Там всё время нужно присутствие человека, чтобы всё это не разрушилось. Там очень интересно, как это устроено. Вот нужно утрамбовывать землю после дождя, потому что крыши все, они земляные. И если это не делать, они разрушаются, и там, видите, деревья прорастают везде уже. То есть крыша одного здания – это пол другого. Ну, это уже тут всякие. И в конце вот он сливается уже с этой реальностью, да, с пищами, да, с трещинами в стенах. Здесь вот хорошо видна эта граница, да, между рукотворным и природным. Да, очень интересно. Ну, этот аус вообще всегда обыгрывает эти вещи, это её интересует. Вот, ну ладно, всё, достаточно, я думаю. Спасибо вам, что… Замечательную лекцию, которая объединяла в себе две-три лекции, на самом деле, это большая роскошь. И, наверное, чтобы обсудить и задавать вопросы, нужно ещё полтора-два часа, и у меня куча вопросов. Но я сначала предоставлю слово нашей аудитории, если есть вопросы, а потом воспользуюсь тем, что могу сама задать его. Есть вопросы, пожалуйста? Комментарии, замечания? Здесь очень-очень много вопросов и много проблемных каких-то зум. Хорошо. Спасибо. А вы имеете в виду колониальность для кого? Для них или для москвича? Ну, безусловно, это… Да, конечно, такой лозунг, знаете, есть, который в Англии повторяли, например, представители Карибов, которые первые начали вот эту волну эмиграции в 50-е годы, когда получила независимость, получили все эти государства. Они говорили «we are here because you were there». То есть мы здесь, потому что вы были там, вы были в Индии, вы были на Карибах, и поэтому, да, у нас есть вот это право. И сегодня то же самое, как вы знаете, многие европейские города и, так сказать, жители, они очень болезненно на это реагируют. Вот в той же Вене, о которой я сегодня рассказывала несколько лет назад, меня пригласили читать лекцию. Мы приехали с Миньола, и вот была Вена одна, как бы такая вот, да, вот такая Вена традиционная, которую мы все представляем, прекрасный город, культура, там, значит, все памятники. И вдруг в самом центре этой Вены вот такой вот эмигрантский анклав, куда мы, собственно говоря, и ехали, потому что мы там давали интервью на телевидении, вот как раз это одно из эмигрантских диаспор. Но это, безусловно, проблема большая, причем, я думаю, что и для тех, и для других, потому что вот эти трения, которые возникают, тут вот как раз эта самая колониальность, она и проявляется. Другое дело, как к этому относиться. Мне кажется, что можно это как-то творчески преодолевать. Не обязательно, чтобы это приобретало форму войны, гетаизации и так далее. Но мне кажется, что все-таки в Москве по сравнению с тем же Нью-Йорком пока все-таки нет этого, чтобы это приобретало вот такой вот вид, или как в Вене мы видели. То есть мы проехали две остановки на метро, вышли, это вообще был другой мир. То есть женщины были в хиджабах вокруг, да, то есть это как будто находишься вообще не в Вене, а где-нибудь в Стамбуле, там еще не знаю где. Да-да-да-да-да, очень интересное место. Так что это очень интересная проблема. Вообще все, что связано с урбанистикой и с городским пространством, и как, что с ним происходит, как оно обживается, это очень такая тема. Кстати, у Таус тоже есть работа на эту тему, просто сейчас мне хотелось про Гамсутль больше сказать. Хотя так это, безусловно, да, есть, существует. Мы же числили в любом уровне, там, где ребенок понимает. Еще потом, как бы, европейский мысли там, там, по-потяпу, там, есть эфирический город. Конечно. Да, но, тем не менее, у них, как бы, вся этика, как бы, изманская, все там чистенько, все очень четко, очень современно. Там Адрахан, 4-й, там, во-первых, два мальчика в мире. Да. Университеты они основывают во всех центрально-азиатских странах. Я была в одном таком, не помню, в какой стране, то ли в Киргизии, то ли где-то вот есть им основанный университет. У меня вот такой комментарий, связанный как раз с темой постсоветского-советского, которую вы отметили. С одной стороны, действительно, надо осмыслять вот эту ситуацию постсоветскости, но мы сталкиваемся с тем очень часто, что западные коллеги, которые хотят схлопнуть этот дискурс, собственно, социализма, они говорят, постсоциалистическое уже закончилось. Все, мы не будем это осмыслять. Социалистическое было, так сказать, каким-то странным, ошибочным истолкованием марксизма. То есть это и не левая, то есть это ошибочная эмансипация, да. Собственно, левые не хотят этот опыт, к этому опыту возвращаться, потому что это была ошибочной эмансипацией, а правые не хотят, потому что зачем им к марксистскому опыту возвращаться, собственно, и получается, что вот эта постсоветская идентичность или постсоциалистическая идентичность должна быть стерта. Это с одной стороны. С другой стороны, вот, например, у Бориса Будена, как раз который настаивает на том, что «the post-communist is over», он говорит о том, что коммунистическая, как раз вот эта идея модерности, марксистская идея модерности и марксистская идея всеобщей истории, которая давлела в Советском Союзе над культурным пространством, научным пространством, социальным пространством, ее надо локализовать, да, что это всего лишь это локальная, местная, так сказать, партикулярная история. И вот эта партикуляризация коммунизма позволит освободиться от тоталитарного прошлого. И таким образом получается, что люди, которые имели вот это универсалистское сознание, они становятся тоже трибализированы. Давайте трибализируем вот тех людей, так сказать, выключим из истории, отменим проект коммунизма, поскольку он был тоталитарным. И получается, что здесь происходит такая вот сабалтернизация или подчинение как раз того населения или того проекта или той идентичности, которая была исключительно универсалистской. То есть вот такая странная, парадоксальная ситуация, когда трибализуется именно тот социальный проект, который настаивал на универсализме. И вот это, мне кажется, тоже в некотором смысле такой вот колониальный элемент, который исходит с Запада, с одной стороны, а с другой стороны не позволяет нам осмыслить, переосмыслить и, так сказать, совершить ту теоретическую работу, которую совершили постколониальные и деколониальные исследователи. Потому что им было легче. Этот дискурс был дискурсом унижения, а наш дискурс был дискурсом завоевания, и нам не позволяют его осмыслить. Абсолютно согласна, потому что вы очень точно указали на все эти проблемы. И я отчасти этого касалась, тоже вот когда говорила о том, что произошло вот с концом Советского Союза, когда Фукуяма пишет свою знаменитую книгу о конце истории, вот тем самым получается, что он нас изымает дальше из истории. И получается, что постсоветское воспринимается как время, а не как пространство. То есть вот неважно, что тут продолжают жить люди, что у них есть свои проблемы, так сказать, что вот этот вот нарратив закончился, и все. И вот с этим связано то, о чем вы сказали, что постсоциалистическое не интересует, потому что социализм закончился, значит, об этом нечего говорить. Это вот та же логика. Да. Забудьте, да. Зачем вы опять возвращаетесь в прошлое? Это совершенно реакционно. Так как вы не получаете, что они оказываются... Они хотят отступить в Запад, они хотят отступить в какую-то модную сферу, с которой оно произойдет. Да, да. А это получается реакционно. Да, и действительно, это можно назвать тоже колонизацией. Да, безусловно. Это колонизация, которая не осместна. Да, абсолютно согласна. Но мне кажется, что не надо этому поддаваться. Все равно все-таки надо что-то стараться делать. И можно сделать очень интересные вещи. Китай, в общем-то, в 2009 году проводит плену и говорит о том, что марксизм-ленинизм с китайской спецификой – это великое завоевание китайского народа. В то время примерно приблизительно международная резерва Китая – 1 триллион долларов. Вот прошло сколько? У них уже международная резерва – 3 триллиона долларов. Продолжение следует...